Девушки отдыхают Мы собрались здесь, но я надеюсь, что мы как-то поговорим и будет интересно Если говорить о жизненной линии, то с точки зрения современной физики это очень правильное понятие Мировая линия, точка в четырехмерном пространстве, соответствующая каждому из нас Но на самом деле она больше похожа не на линию, конечно, а на пучок проводов, как вот в кабеле телефонном Потому что в ней есть разные линии и вместе они создают вот этот пучок разноцветный по спектру Когда я начал думать, то я примерно их разбил так на 11 Слева у меня стоит работа, справа семья, а в середине все остальное Ну вот я начну с работы. Работа у меня очень простая линия В 1956 году я пришел студент у меня, заместитель директора Игоря Васильевича Курчатова, Головин Выбрал среди студентов для того, чтобы пригласить на диплом в Курчатский институт Моя дипломная работа, я начал ее на самом деле в 1952 году на первом курсе университета Я попал в лабораторию Аркадьева Так, теории-то я еще в школе, в общем, более-менее знал все Математику, физику, высшую математику А здесь пошел прямо в экспериментальную лабораторию и крутил ртуть в магнитном поле Пока Аркадьев был жив один год, меня терпели Через год меня выгнали А то, конечно, то, что терпеть человек, который крутит ртуть в лаборатории сотрудники не хотели Но на этом деле я понял многое И вот отсюда возникла эта работа о устойчивости вращения жидкости в магнитном поле Которая оказалась, в общем, сегодня вроде бы такой универсальным принципом Определяющим поведение всех объектов От планет, Земли, земного ядра, звезд, Солнца Вещества, которые падают на черные дыры Наконец, звезды скоплений Ну и, может быть, сама Вселенная вращается Это вопрос сегодня спорный Но как только вещество начинает вращаться, оно сразу генерирует магнитное поле Это, в общем, принцип астрофизики И я сегодня опять к нему вернулся Для этого 30 лет вообще никто на мою работу не читал и не обращал внимания Через 30 лет попробовали ее переоткрыть Но вот теперь дипломная работа, одна из ее половиночек Оказалась самой цитируемой моей работой за всю мою научную карьеру Опубликовал и в 59-м году Дальше я прошел вот от студента Довольно непростой путь Там не так просто у меня было в аспирантуру попасть Поскольку я не был членом профсоюза Но прошел до вот директора избранного Такая странная была идея в 89-м году Если вы помните, избирать директоров Мы довольно быстро от нее отказались Но меня избрали директором А затем в 91-м году меня назначили президентом И до сегодняшнего дня я президент Российского научного центра Курчатский институт Где-то по дороге в 62-м году У нас в Союзе тогда появился интерес к новым совершенно мощным источникам энергии Магнитно-гидродинамическим генераторам Вообще-то на самом деле это очень простая машина Я в Харады придумал Это просто поток проводника, проводящего газа В данном случае от двигателя ракетного Поперек магнитного поля, поперек течет ток Прочек нету источника энергии И поскольку в Курчатском институте не только никто этим не интересовался Но и активно не хотели интересоваться То меня отправили на, так сказать, высылки В это время Хрущев очередной раз проводил реконструкцию академии Разогнал половину прикладных институтов И без руля витрил плавала лаборатория в Пахре Вот меня туда отправили И там был создан потом Пахринский центр Большая жизнь, 15 лет я провел на Пахре В этот же промежуток, вот несколько раньше даже Начал заниматься и теоретической физикой Вот очень интересное время было С Веденовым, Сагдеевым Создавали теорию плазмы Ну и наконец потом меня пригласил Арсимович Заняться вопросами уже практического осуществления Управляемого термоядного синтеза Токамака Вот в 2006 году принято наконец решение его построить Международный экспериментальный термоядный реактор Токамака В 1977 году меня, как это тогда называлось, выбрали На самом деле назначили вице-президентом Академии наук И в 20 лет я был вице-президентом Я бы отметил только там два момента Одно это то, что я понял, что надо заниматься информационными технологиями Надо создавать отделение информатики Академия довольно серьезно сопротивлялась этому Но все-таки мы его создали Вот здесь много из тех, кто создавал тогда И наконец в 1991 году, вот когда был кризис И когда стал вопрос существования и Курчатского центра, и Академии Удалось подписать тогда указ о передаче Академии в Российскую Федерацию И передачи туда Курчатского центра Это позволило им выжить Параллельно у меня возникла вторая линия следующая Это линия общественная Когда я начал работать в Курчатском институте Избрали меня в ЦК в ЛКСМ Я занимался советом молодых ученых Это было очень интересно А после этого уже как-то дальше закрутилось Линия пошла в довольно тесную связь С вопросом о том, как избежать ядерной катастрофы Одновременно в 1987 году Вот этот мой опыт международного сотрудничества ученых И связи Пригодился, когда моя супруга пригласила меня помочь ей С организацией школьных лагерей В 1987 году в Переславле был первый лагерь Вот ему 20 лет А из этого вышло потом два направления Образовательное достижение молодых Мы вообще рассчитывали, что в 2000 году 1100 ребят пройдет через эту программу Прошло вот до сегодняшнего дня 5 миллионов в России И вторая организация Это ассоциация юных лидеров Вот это все привело и к тому, что в конце концов Когда мне предложили Заняться организацией работы в общественной палате Я согласился Сегодня я этим занимаюсь Это вот общественная сторона Ну и наконец я должен сказать Сама семья Семья, я считаю, что Так сказать, семейные обязанности На меня возложили в 43-м году Когда родился вот мой брат В Сталинграде В Сталинграде это было нелегкое рождение Нелегкая и дальше жизнь И его мать, она мне всегда говорила Так, Женя, пойди посмотри, что делает Вова И скажи ему, чтобы он этого не делал Ну и наконец Когда вот мы поженились с Натальей Алексеевной И у нас появились дети Сначала старший сын Василий К сожалению, тут нет Наталья Павел Затем внук Женя И наконец две внучки Вот они где-то тут Вот они Вот, собственно, вот эти 11 проводов Так сказать, они составляют этот кабель Жизненная линия Я готов течать на Ваши вопросы Евгений Павлович Расскажите, пожалуйста О самых ярких воспоминаниях Вашего детства Ну, видите, то, что запомнилось Это довольно сложное дело Иногда такая иллюзия бывает Что кажется, что ты помнишь Ты знаешь И на самом деле, может быть, это Уже и результаты рассказов Я очень хорошо помню Потому что еще одна линия у меня была Я 10 лет был президентом Нефтегазовой компании Росшельф Это я делал не для того, чтобы обогатиться Особенно я не обогащался никак И зарплата у меня была очень большая Но идея была та, чтобы Нашу промышленность привязать К развитию нефти и газа на шельфе И нельзя сказать, что здесь удалось Я думаю, что многое необходимо доделать Но все-таки вот платформу мы сделали На предприятии Севмаш Это огромное сооружение Весом в кончательном виде 500 тысяч тонн, можете себе представить Это удивительный завод Он имеет сегодня 20 тысяч тонны блоки Двигать, передвигать, сваривать Собирать из них такие огромные сооружения Это совершенно новое направление В развитии энергомашиностроения Так вот, на этот завод я попал В 1938 году Отец его монтировал Самый крупный тогда цех в мире Вот, чтобы было понятно Он его смонтировал за 25 дней В условиях Полярной ночи Ну, конечно, подготовка-то была Но вот тщательный монтаж был 25 дней Если бы он его не смонтировал за 25 дней Он попал по другую сторону колючей проволоки Она там была, она тянута Конечно, дальше война В 1943 году Вот, отец сначала восстанавливал Строил заводы на Востоке А в 1943 ему послали Восстанавливать заводы в Сталинграде Я попал в Сталинград Весной 1943, даже в конце февраля И поэтому вот вся эта Масса всего этого оружия Техники невероятной И в том числе и бытовой техники Ведь много немцев притащили со всей Европы Чего мы никогда в жизни не видели Не представляли Это было, конечно, очень мощное впечатление Для ребенка Из таких детских воспоминаний Конечно, смерть отца Смерть матери, она рано у меня умерла И я, собственно, с ней не общался Особенность смерть отца Он умер у меня, когда я кончал школу И дальше Детские воспоминания Ну, дальше уже начинаются детали Я вот думаю, это были одни из наиболее ярких Евгений Павлович, скажите, пожалуйста А когда вы заработали свои первые деньги? Деньги я начал заработать довольно рано Поскольку и в семье были сложности Я где-то с седьмого класса начал репетиторство И к концу школы У меня уже сеть по Москве была репетиторская Такая мощная Я ее предоставлял И своим приятелям-студентам Надо сказать, что тогда эта репетиция-то не была Связана с коррупцией В том смысле, что я никак не мог повлиять Примутых или не примутых Этого у меня не было возможности А вот репетиторство я тогда занимался И надо сказать, что с тех пор я как-то никогда Не чувствовал себя бедным Ну, бывало время, когда денег не было Но бедным я себя не чувствовал Оважаемый Евгений Павлович Можете ли вы сказать о своих первых впечатлениях Когда вы пришли в Курчатовский институт О научном потенциале, который был тогда Я, конечно, сразу же не получил впечатления О Курчатовском институте Там была масса секретных, совсем секретных Направлений, отделов Я попал в теоретический отдел Который занимался термоядным синтезом В 2016 год Как раз, когда Курчатов впервые открыл Это все Всему миру Его выступление в Харвеле, в Англии Оно сняло секретность этих исследований Во всем мире Это была его, так сказать, прорывная такая речь Тогда он с Хрущевым туда поехал, в Англию И это открыло, я должен сказать Вот именно огромный потенциал Нашего международного сотрудничества Но я попал в замечательный отдел Я попал в отдел Михаила Александровича Леонтовича Значительная часть членов академии Они и все его ученики Когда нас выбирали в академике Он нам давал такую записочку Что от того, что вас избрали в академике Вы умнее не стали И обстановка была совершенно замечательная Вы понимаете, не только научная свободная обстановка Он нас не учил вот какой-то такой рутине Он давал огромную свободу Я мог заниматься МГД-генераторами Мы занимались теорией плазмы Но в то же время была моральная обстановка Совершенно потрясающая Потому что, вы же понимаете, это было время Ну, 56-й год был недалеко от 52-го, скажем И в 50-е годы я прекрасно помню Что каждый вечер я вспоминал А кому я чего сказал И как это отразится на ситуации с семьей Приходилось контролировать каждое слово, которое говоришь И эта двойная... Вот эта, так сказать, ситуация была тогда всеобщей Абсолютно ничего подобного не было Понимаете, была такая вот полная откровенность Полное взаимопонимание в теоретическом отделе И с точки зрения науки, и с точки зрения политической И, конечно, это была замечательная атмосфера Она воспитывала людей И как ученых, и как гражданина Огромной заслугой была Михаила Александровича Но и всех остальных сотрудников теоретического отдела Поэтому вот это для меня было самое главное В те времена Евгений Павлович, Женя Я хотел бы, чтобы ты рассказал еще об ученых Которые оказали на тебя влияние Для Антовича, конечно, была центральная фигура Как теоретика Но кроме него были еще другие личности По-моему, это так важно сегодня напомнить об этом Ну, и ситуация такая Что я начал заниматься, интересоваться физикой Где-то вот в шестом-седьмом классе в школе Отец мне давал книжки В том числе и книжку про Вселенную А в шестом-седьмом классе Мы с приятелем решили, что мы нашли метеорит в деревне Мы написали сразу письмо в комитет по метеоритам Нам сказали, это не какой метеорит, песчаник И я начал интересоваться, а как же все-таки доказать им, что они неправы В Академии наук Вот тогда я начал заниматься спектроскопией Интересовался, потом за это потянул все остальное Но в это же время, в этой деревне Я встретился, конечно, с совершенно потрясающим человеком Седой Васильевной Ершовой Случайно она снимала дачу рядом с нами, в избу И она со мной разговаривала с мальчишкой Как с абсолютно равным Она в это время делала очень серьезные работы, пионерские работы Получала уран, и у Тони Первой, и у полоний для ядерной бомбы Конечно, это она мне не рассказывала, но книжки давала По атомной энергетике И я уперся в то, что так элементарную высшую математику я в школе овладел А дальше уперся в уравнение Максова, в векторный анализ И отец меня отвез в восьмом классе к замечательному физику Другу моего деда Тричан Павлович Кравец Он, конечно, был великолепный ученый и оптик И он мне рассказал, вывел меня в уравнение Максова Вот я до сих пор этим выводом им пользуюсь Потом в Курчатском институте много было людей, очень интересно С которых я, может, прямого контакта не имел с тем же Курчатовым И с Анатолием Петровичем Александровым, такого тесного, как ученик, с учителем Не было Но, как говорят, стены учат Традиция института, традиция центра Традиция серьезности дела, которым занимаешься И в то же время эта серьезность не приводила к обюрокрачиванию До конца старались понять и существо науки И в то же время довести дело до создания системы Создавали же новые промышленности целые Поэтому, я думаю, что, если говорить о других влияниях, то это много Эмилев Андреевич Арцемович, конечно, замечательный был человек Петр Леонидович Очень своеобразные у меня были с ним взаимоотношения Копиться Ну и, наконец, я должен сказать, что Вот из иностранных ученых, то это Виктор Вайсков Он был заместителем Ганса Бета В Лос-Аламосе, в теоретическом отделе, когда создавали бомбу Он был замечательный человек Я помню, когда его корреспондент спросил Что, вот, рассказывает, что вы главный консультант у Папы Римского По вопросам разоружения Он сказал, нет, говорит, Папа Римский консультируется у Бога А не у австрийского еврея Сейчас очень беспокоит вопрос о разделении высшего образования на две ступени Первые три-четыре курса и потом следующая магистрская степень Какой ваш взгляд на это делал и опыт вашей жизни? Если говорить о той системе, в которой работаем Мы всегда работали Это все-таки физтеховская система Она начиналась с московского физтеха И Петр Леонидович Капинцев приложил Тут огромное усилие И многие другие ученые Физтеховская система в чем заключалась? Что первые три года Мощное классическое образование Физика, математика На самом высшем уровне После этого Специализированные кафедры И в этом отношении тут есть нечто похожее Не надо только изобретать И, так сказать, делать это бюрократическим путем А просто взять то, что у нас есть Опыт развития страны Потому что есть два пути вообще прокладывать дороги Один путь прокладывать дороги А потом люди ходят по другим И другие дают возможность людям походить И все, поэтому мы по этому месту прокладывать дороги Евгений Павлович Вот как вам пришла идея эксперимента Семипалатинск-Невада И вот какую роль он сыграл в том Что до сих пор сейчас молчат наши ядерные полигоны? Началось это фактически для меня С двух событий Николай Николаевич Иноземцев Меня позвал в совместную команду Обсуждение с американцами вопроса Как избежать ядерной катастрофы А с другой стороны, когда Папа Римский, который я очень уважаю Покойный Начал собирать команду По тому же самому вопросу То я был молодой вице-президент Санимался я и вопросами оборонными И поэтому Каким-то образом приняли решение Меня туда послали Вот в 81-м году я попал в Так называемую Пантифик Академию Встретился с замечательными людьми Книжки я их читал еще сразу и после войны И в 45-м, и в 46-м Вайсков, Гансов, Бетт и многими другими И тогда и стало Несколько, так сказать, задач Одна из задач заключалась в том Чтобы не допустить появления оружия в космосе И в 83-м году, надо сказать Удалось убедить тогда и Охромеева И Корниенко Который был заместителем министра Иностранных дел, в конце концов, Андропова И Советский Союз принял такое решение О моратории на вывод орудия в космос Прекратил наши испытания Противо спутникового оружия А Соединенный Штат, в свою очередь Вы помните, это было начало всех этих звездных войн Поэтому администрация не была энтузиастом Такого договора А вот Конгресс, он тогда был демократический Он принял решение И, в общем-то, он так денег и не дал На эти работы Американской администрации Вот такая интересная историческая справочка И в результате до сих пор оружия в космосе нет Следующая задача, которую мы поставили Это, естественно, прекращение ядерных испытаний По прекращению ядерных испытаний В Женеве велись переговоры Довольно безнадежно велись И основной аргумент, который выставляли Это то, что нельзя вообще зафиксировать надежно подземные ядерные испытания На самом деле это не так И вот мы туда поставили вопрос Что можно и нужно Но нужно сделать совместный эксперимент Слава Богу, были хорошие отношения с американскими учеными Дальше довольно интересная история была Потому что, в общем, Горбачев согласился на то Чтобы мы пригласили американцев на наш полигон Проверить технику эту на полигоне в Семипалатинске Хотя военные не очень этому радовались Меня даже обвинили в предательстве Хотя сами через пару лет Не на 300 километров, а на 30 метров поставили американские приборы Но это всегда так Когда сам занимаешься, всегда это проще А американцы тоже не очень радовались Они вообще были категорически против того Чтобы мы эти работы вели и в Америке И тут вот произошел довольно забавный случай Сюда приехал в Россию Руководитель службы Информационной службы Соединенных Штатов Чарльз Уик Мы очень к нему плохо относились тогда Поскольку считали, что он антисоветчик Ну, такой был человек, прокуратичный, американец Мы с ним встретились Больше его никто и не принимал в Москве И я ему скажу, конечно, так Вот мы хотим, ученые хотим У нас есть инициатива Частная инициатива ученых, российских и американских Поставить приборы в Неваде И тоже проверить ситуацию на Невадском полигоне Что можно действительно ядерные испытания подземные Надежно диагностировать А ваши отвечают, госдепы Что это настолько важная задача Что нельзя доверять частному ученому Вроде бы президент за частную инициативу Он говорит, да, конечно Ну, напиши письмо Я ему написал, он тот же вечер забрал мне письмо Через пару дней он встретился с президентом Передал ему письмо Через три месяца мы получили разрешение Ехать на полигон в Неваду Вот тогда мы попали На полигон в Неваду Самый маленький город Самый большой маленький город мира Рина И поставили эти же эксперименты в Неваде Мы много узнали Много тогда вопросов прояснилось Я думаю, что, конечно, это повлияло на то, что Удалось потом заключить соглашение О прекращении ядерных испытаний Но, к сожалению, как вы знаете Сейчас под этот договор тоже Делаются попытки его тоже подорвать Но я надеюсь, что все-таки ядерные испытания Не возобновятся на земле Евгений Павлович, такой вопрос А какие качества, вот личные качества Вы цените в людях, которые вас окружают? Человек должен уважать свое достоинство Своё и чужое Вот, так сказать, умение Уважать достоинство другого человека И относиться к нему так же, как к самому себе И в то же время себя вести достойно Это, по-моему, главное качество А дальше уже есть много других Включая энергии и так далее Евгений Павлович АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С вашего позволения два вопроса, Оменька Известно, что поэты в определенном возрасте Теряют интерес Может быть, эмоциональный интерес к стихам И тянутся к прозе Вот если уподобить науку поэзии Как вы считаете, сейчас в большей степени Вас тянет к науке, к исследованию Или к работе менеджерской, административной Общественной, если угодно Вы знаете, вот я вам рассказывал не зря Про эти 11, так сказать, линий Внутри линий жизни, да Они живы все Поэтому я не могу оставлять Чего-то недоделанного, чего-то брошенного Это, так сказать, как помните Как в океане надежда разбитых груз лежит Этот груз тянет на дно Поэтому надо им заниматься Поэтому термоядный реактор Это потребовало сначала физику Потом инженерные дела Затем политические маневры Создали мы отделение информационное в Академии Опять-таки пришлось довольно быстро Начать заниматься с правительством, с бизнесом Но в то же время Конечно, очень интересно Когда узнаешь что-то такое, чего было неизвестно Как возникает магнитное поле Вообще, на самом деле Магнитное поле Земли Может оказаться Сегодня мы очень плохо представляем себе, что происходит А если говорить о чем ограничена жизнь человечества Ну, если человечество само себя не уничтожено А вот природными То, возможно, конечно, столкновением с метеоритом Но, возможно, и моментами, связанными с исчезновением магнитного поля Земли То есть тут масса очень интересных вещей Я с удовольствием этим занимаюсь сейчас Потому что я вижу, что я там что-то могу сделать Я бы не сказал, что это есть какое-то такое правило Что обязательно нужно переходить от чисто таких любознательных исследований К практическим Практика получается Когда накопится такое количество багажа То приходится всем заниматься Жизнь тянет А второй вопрос такой Каким вам видится на данный момент Каким вам видится будущее Академии Наук Российской? О! Ну, Академия Наук и Академия Наук Это корпорация, конечно, сильная корпорация Но ведь наука занимается не только в Академии Занимается наукой в высшей школе Занимается и в национальных лабораториях Как Курчатский институт Меня сегодня волнует, что у нас нету в России Не сложилась общественность И вот у нас сегодня есть корпорация Значит, правительство Корпорация Академии Наук А общественность научная В целом не развита И это необходимо сделать Вот роль обществ научных Роль союзов У нас нет такой организации, которая есть сейчас в Соединенных Штатах Европа ее создает Это Ассоциация развития науки Это мощнейшая организация И, собственно говоря, когда в Америке возникает вопрос Между правительством и научным сообществом Именно эта организация включается Академия Наук Национальной Я вот член Национальной Академии Наук Инженерной Соединенных Штатов Это скорее экспертные сообщества А вот именно выражение роли и мнения общества Проходит через общественные организации Поэтому я надеюсь, что у нас эта сторона Научная общественность Мы сумеем как-то поднять И тогда решится вопрос молодежи Потому что, конечно, возраст сегодня Ну, возраст действительных членов Академии Наук Вы знаете какой-то, я не помню точно Но он близок к предельному Когда вот говорится о будущем науке Я вспоминаю, как мы решали на физфаке В 1953 году Вопрос о будущем науке на физфаке Мы строили то самое, что французы Во время французской революции Комсомольское собрание, которое не расходилось Хотя комсомольское начальство Пыталось все это дело задавить И райкомы, и обкомы И не только комсомольские Все пытались, но не расходились мы И пока не добились решения От полетбюро И сменили всю власть на физфаке Мой вопрос, он достаточно серьезный, непростой Но он очень актуален на сегодняшний день Для наших будущих молодых специалистов Которые стоят на распутье И, может быть, готовятся сделать самый главный выбор в их жизни А дело вот в чем Для кого не секрет, что в нашем советском государстве Наука-физика была очень престижным делом И физики были гораздо привлекательнее для девушек Чем другие люди А на сегодняшний день их место занимают олигархи Ну, олигархи, сколько? Не хватит на вас Я, в общем, хочу задать вопрос Как вы видите на сегодняшний день эту ситуацию И самое главное, почему она такая? Ну, видите, тут есть разные стороны Во-первых, все-таки, я должен сказать, что Действительно, вот эта область деятельности Свободное предпринимательство В советское время было полностью задавлено, правда? И это, конечно, было огромной потерей для общества Поэтому люди шли в ту же самую науку Потому что там это было возможно Дух предпринимательства был, существовал И люди туда шли Сейчас, конечно, престиж это потеряно В связи просто с жуткой ситуацией зарплаты И с тем, что молодой человек Не может просто даже семью содержать Если он занимается фундаментальной наукой В этом смысле и суть реформы И тех вопросов, которые должны быть решены правительством Поскольку эта наука, она в руках правительства Другого пути здесь нет А восстановление престижа ученого Мне кажется, что оно происходит Потому что ребята идут с удовольствием сейчас На технические профессии И в вузы И постепенно это происходит Но опять-таки, это должно идти С полным преобразованием Нашей экономической политики Потому что без поворота экономики Если экономика по-прежнему будет Вы будете жить на доходы от продажи нефти, газа И природных ресурсов Никакие ученые не нужны И мы с вами вообще-то не нужны Евгений Павлович, скажите, пожалуйста Курчатовский институт был построен на окраине Москвы А сейчас он оказался в центре Москвы Правильно ли это? И какое будущее ожидает Курчатовский институт? Спасибо Ну, во-первых, что значит правильно Ведь это же не Курчатовский институт Продвинулся в центр Москвы Это Москва Ушла на такое же расстояние к Сереметью Я понимаю, что подспудный вопрос заключается в следующем Что Курчатовский институт Имеет дело с опасными материалами Прежде всего радиоактивными Надо сказать, что за время существования Вот с 43-го года, когда была создана лаборатория И работал Курчатовский институт Действительно было накоплено огромное количество И прежде всего довольно неосторожное было обращение Взяли, зарыли Ну, потом стали несколько лучше относиться Но все равно плохо Мы примерно прикидывали, что на территории квадратного километра Который Курчатовский институт Примерно порядка 100 тысяч Кюри Активность Вот этих вот Отброс Надо сказать, что по закону Если 5 кюри на квадратный километр То экономическая деятельность должна прекращена Здесь решила 100 тысяч Но слава богу Вот благодаря тут инициативе институтской И определенной помощи правительству, конечно Мы сумели очистить это все Вот все могильники Захоронения Они все очищены В этом отношении территория чистая Но правда Осталось нам Сами по себе реактор Особенно те реакторы, которые остановлены Это следующий шаг Нам надо их вывести из Москвы У нас есть работающие Те, которые пользу приносят Ну там Есть, например, реактор Который Игорь Васильевич сам построил Исторический Этот реактор, я думаю, будет вечно работать Он у нас 60 лет работает И по нашим оценкам Еще 300 лет будет работать Он никакой опасности вообще не представляет Это, так сказать, исторический памятник Сегодня единственный На всей планете Поэтому тут разные есть вещи Но для того, чтобы полностью Ликвидировать всякий вот этот вопрос У нас есть план И вопрос заключается чисто финансированный Евгений Павлович, я помню Вас, когда Вы очень долго Можно сказать рекордно Занимали должность вице-президента Я помню, как в маленькой приемной На Ленинском 14 Собиралась масса людей Я видел часто Когда молодые люди приходили В не очереди А какие-то академики Члены академии Генералы Послы Даже кандидаты в члены ЦК Сидели и ждали Я знаю, что Вы создали очень много Всяких организаций И научных И общественных И коммерческих В которых вы ввели Масса молодых людей Вот я отчасти Ваш ученик Я хотел бы узнать Вы скажите, пожалуйста И мне, и присутствующим здесь людям Вот как этих молодых людей Можно вталкивать в эти большие дела Как их можно, так сказать Вдохновлять Понимаете Я думаю, что Система, конечно Сейчас сильно Испорчена Во-первых Отсутствием В значительной степени Больших дел Больших проектов Когда Лев Андрей Черцимович Меня в 68-м году Сколько мне было лет? 68-й год 35-й 33 год, да? Вот тогда Меня сделали Председателем комиссии А потом В конце концов Он мне отдал Прозреправление Это довольно странная история Которую сегодня Я думаю Вряд ли кто-нибудь повторил бы Просто, так сказать Руководитель Всей термоядной программы Поставил меня над собой Он, конечно, понимал Что это не значит Что я буду тут же Изображать себя Его руководителем Но Сам по себе Этот факт Что вот доверяли Человеку в 33-35 лет Руководить Крупнейшей Государственной Программой Вот это самое главное И сейчас Наша задача Найти Вот Эти люди и есть Эти ребята есть Им надо дать работу Им надо дать А для этого Нужны хорошие программы У нас есть Некоторые иллюзии Что вот мы можем Скачком Выйти в Постиндустриальное общество Да? Попасть в Постиндустриальное общество Очень просто Надо уничтожить Просто свою индустрию Что мы сделали И мы сразу В постиндустриальном обществе А вот Чтобы попасть туда По-настоящему Так сказать Нам надо пройти опять Это с реализацией Крупные проекты Они сегодня есть Вот это общество Должно понять И сделать И конечно Отдать эту работу Молодым С самого начала Поверить в них И дать им АПЛОДИСМЕНТОР 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 Вы упомянули А в организациях Молодежных Образовательных Которых вы вместе С Натальей Алексеевной Создавали в конце 80-х Начале 90-х Тогда впервые В России Вы начали внедрять Идеи И технологии Социального партнерства О которых Сейчас так много говорят Социального партнерства В интересах Образования молодежи Скажите пожалуйста Какие задачи И направления Вам представляются Наиболее актуальными И перспективными В этой сфере сегодня Мы тогда Начали 20 лет назад Идея была простая Просто Открыть мир Для наших ребят Для школьников И Пользуясь теми возможностями Которые тогда были Обмены Создать такие Школьные лагеря И так далее Но довольно быстро Изменилась Экономическая ситуация И это оказалось Неэффективным Потому что Это возможно было Для элиты Но не для Массового применения И в то же время Я то считаю Что Одним из самых Больших дефицитов Которые у нас есть Это вот Дефицит Опыта Свободного Предпринимательства Причем Предприниматель Понимаете В русском языке Это же не Обязательно Бизнесмен Обязательно Это может быть Человек Который Занимается И общественной Деятельностью И наукой И он Предпринимает На свой страх И риск Вот этого У нас Было полностью Из нас Выжжено Каленым железом Поэтому Когда мы Выбирали Те организации Которые Здесь Стоило поддержать Вот мы Выбрали две Одна Это было Достижение Молодых Джуни Рачимин Который Имеет Столетнюю Историю Именно Обучение Духу Обучение Путем Действия Путем Создания Школьных Компаний Путем Общения С предпринимателями И так далее Дух Свободного Предпринимательства А вторая Это уже Более Глубокое Более Сложное Дело Когда Ребята Сами Включаются В процесс Обучения Следующих Поколений Это очень Интересная Идея Это вот Ассоциация Юных Лидеров И соответствующая Организация В Калифорнии Какая задача Сегодня Ну вот Пять миллионов Вроде это много Мы сегодня вторые После Соединенных Штатов По размерам Хотя в мире Я думаю Миллионов Десять Наверное Обучается По программам В этой международной Организации Работает Ста стран Но для России Это мало Надо сказать Что эта организация Работает Полностью На Благотворительности На поддержке Во всем мире И у нас Тоже Но вот Цифра должна быть Другая Наши предприниматели Социальные Свои ответственности Не Не воспринимают Они больше На это смотрят Как на Пиар На так сказать Действия Рекламные И вот Это перевоспитание Оно Должно прийти И нам Нужно было бы Фактически Чтобы каждый Школьник Проходил Своей жизни Через Эту программу Да У меня Вопрос есть Значит Вопрос здесь Заключается в том Как вы узнали Про Черновый Видите Я конечно Был полностью Отделен От деятельности По атомной энергетике Это так сказать Была особая Часть В Курчатском институте И я Когда шел на работу Я встретил Легасова 26-го 27-го Мне сказали Ну там что-то случилось В Чернобыле Я туда лечу Ну я так воспринял Ну все Бывает Полетел И только Тогда Когда мне На следующий день По-моему Академик Израиль Пришел И рассказал Про облако И про самолет И я понял Что на самом деле Это совсем не Кое-что А это катастрофа Но Тоже мне было Не совсем понятно Что делать И в этот момент Мой друг Фрэнк фон Хиппель Очень известный Такой общественный Ученый Он был там Представителем Союза Ученых Американских Новинских лауреатов Вот против ядерной угрозы И так далее Он прислал мне Телеграмму В которой написал Слушай Надо срочно Поставить вопрос у вас О том Чтобы детям давали Таблетки Йодные Ну я позвонил Цилаеву Я его знал Он говорит Приходи В Кремль Тут будет обсуждать Государственная комиссия Я пришел Был там И Премьер И на комиссии Заместитель министра Здравоохранения И начальник Гражданской обороны Они заявили Что все в порядке Что волнуйтесь Мы всем даем Таблетки Это было вранье Конечно Ну и Тогда Мне как раз Рыжков сказал Что там Вообще Те кто были Вот Щербина Легасов Получили Какую-то дозу Поэтому надо их менять Уезжайте Жена у меня была В деревне На даче Я оставил записочку Что вернусь дня Через три И на полтора месяца Уехал Когда я был в Чернобыле То Я туда попал Видите Не поймешь как Это не было Официальным назначением Вроде было Таким Добровольным Действием Но Попал И Тогда уже Начал заниматься Этими вопросами Там уже на месте Вопросы Конечно Были полной Неподготовленности Системы К такого рода Катастрофе Ну не только Наши И вообще Мировой системы Я помню Когда я первый раз Привез Бликса И Американца Розена 8 или 9 мая В Чернобыль Они Были увешаны Разными приборами Они Посмотрели Говорят Ну сколько надо ставить Диапазон 100 Я говорю Да 100 Он говорит Миллирентген Да? Нет Я говорю Рентген Этого они Не понимали Прибор Таких У них Не было И Началась Эта Эпопея Надо сказать Что Конечно Чернобыль Попал В очень Уязвивое место Советской Системы Потому что Одной стороны Готовности Не было На самом-то Деле Была Готовность У нас же Была Такая же Катастрофа В Киштыми Если вы не секретность Это безумная То Все те данные Которые были в Киштыми Люди Которые там работали Там Работали Великие ученые Тимофей Фрисовский Работал И В общем-то Много было известно Но Вот передать Это было Очень тяжело И Дальше Началась Уже Политическая игра На Чернобыле К сожалению Информационная Конечно Полная Враньона Многие порядки Которые привело К тому Что нанесло Огромную счет Вот этот анекдот Который мне рассказали Два человека Встретились На том свете Один другого Спрашивает Ты откуда Я говорю Ты из Припяти А ты А я из Киева Ну из Припяти Понятно Ты от чего Сюда попал От радиации А ты от чего Я говорю От информации Вот от информации Значительная часть людей Попала на тот свет И это Страшный вызов Кстати Всему обществу Всем средствам Массовой информации И всем тем политиканам Которые свою карьеру Делали Вот на этом Несчастье Я слышала Что вы Принимали участие В Международной комиссии Сознания Да Что это такое Значит И вот попутно Как вы понимаете Развитие сознания Когда я Стал Вице-президентом То первое С чем я столкнулся Это с полным Игнорированием И отсутствием Вообще программы Развитие информационных наук В Академии наук Просто все институты Тогда выкинули оттуда Это хрущевская Инициатива была И это Было Полностью Отдано На откуп промышленности Это был ужасный удар Вообще И это Проявило в конце концов Что страна Которая в общем-то Была довольна На высоком уровне Она быстро Начала проваливаться В области информационных Технологий И так далее Поэтому первая задача Была вообще Информационные технологии Восстановить Вы знаете Что И в самой Информационных Программах Есть такое понятие Искусственный интеллект Но прежде всего Надо понять Что такое интеллект Была попытка Собрать людей Физиологов Нейрохирургов Психологов Надо сказать Что И в психологии У нас было Довольно неблагополучно Потому что В общем Когда-то Российская психология Была на очень высоком уровне В Игоцке Луре А потом Все это начали сводить К Так сказать Повторению Американских идей Чисто прагматических И уровень Начал падать быстро Вот мы Такой совет Тогда собрали Там были замечательные люди Но Надо сказать Прямо Что Из этого Не последовало Серьезного дела Потому что На самом деле Это очень серьезное дело Вот за те годы Которые прошли Сейчас больше 30 лет Видно Что Огромный прогресс Происошел Во-первых В понимании Просто физиологии Работы самого мозга И современные методы Изучения Локализации Функций мозга Изучение Структуры мозга Так сказать Хардвера Как говорят Сам мозг Много продвинулись А во-вторых Экспоненциальный рост Возможности Вычислительной техники Он сам по себе Все-таки приводит К качественным изменениям Но вот в будущем году Все суперкомпьютеры Мира У них примерно Мощность будет Как у одного Человеческого мозга Это очень серьезный момент Потому что Через следующие 5 лет У них будет мощность Как у всех Человеческих мозгов Произойдет ли из этого Качественное изменение Нашего понимания Это неизвестно Потому что В этом и хороша наука Что ответа тут нет Но что-то происходит Сейчас Это факт Уважаемый Дмитрий Павлович У меня такой вопрос Правда ли, что у вас были Очень сложные отношения Непростые С Коммунистической партией Советского Союза С кем? С Коммунистической партией Советского Союза Видите, какая ситуация Ясно, что традиции Тех самых Курчатского института И теоретического отдела Для них Это было плохим тоном Так сказать Вступать в коммунистическую партию Но Я с самого детства В общем-то Хорошо знал Историю Для меня не было Открытием То, что говорил Хрущев На 20-м съезде Мне это и в семье говорили И Много из Заключенных лагерей Прошли потом Через жили у нас И нашу семью Поэтому У меня никогда не было Веры В коммунизм И В социализм И в коммунистическую партию Но Была некая прагматизм Который заключался в том Что когда я взялся за Выполнение конкретных проектов То они решались На заседании портков Если ты туда доступа не имеешь То Имеешь неприятности Поэтому Вот из этих соображений Меня убедили Я вступил В Коммунистическую партию Я думаю Что я внес Вообще говоря Официально Очень правильное предложение Однажды На пленуме ЦК Я выступил Предложил Коммунистическую партию Пополам разделить Чтоб стало Две партии Меня Горбачев спросил Ну по какому принципу Делить то Я говорю Все равно Пополам поделить Но на меня тогда Напали с двух сторон С одной стороны Коммунисты говорили Что я хочу разрушить Коммунистическую партию А либералы заявили Что я хочу ее сохранить Так что В общем Это было все Отвернуто К сожалению Хотя я думаю Что если бы тогда Разделили ее пополам Вот тогда Когда еще не все Реформаторы Ушли из Коммунистической партии То прок бы был Конечно Ну Дело прошлое Евгений Павлович Скажите пожалуйста Какие профессии Выбрали ваши дети Спасибо Старший сын Он вообще-то Начинал как астрофизик Сейчас он занимается Компьютерными Системами Ну а младший сын Он по-моему С самого начала Так сказать Наука о компьютерах И развитие Программного обеспечения Это его профессия Дочь Вот почти стал Профессиональным музыкантом Но потом Решил что Надо заниматься Юридической деятельностью Закончила Юридическую академию Но сейчас Она вам продемонстрирует Свой продукт Поэтому Это уже сейчас Самая так сказать Приятная часть С этой истории Двойняшки Им 6 лет Лето и Катя Лето и Лето Лето и Лето Лето и Лето Конечно Не мне судить Как говорил Пастернак Да Поражение от победы Ты сам не должен отличать Поэтому Это ваше дело Судить Как успешно Неуспешно Жизнь проходит Но я Ей удовлетворен Прежде всего Я очень рад Вот Встрече с вами Потому что Всю жизнь Я иду с друзьями И Именно Взаимная поддержка И Взаимопонимание С друзьями Это главное Из чего Можно судить Будет успех или нет А может Это и есть Самый успех Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому